МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у православных Радоница тагильчане вспоминают усопших родственников и посещали городские кладбища. Откладывать не будут. К реконструкции путепровода на улице Циолковского подрядчик «Уралстроймонтаж» приступит уже в ночь на 12 мая. Об этом сообщили на пресс-конференции в администрации города. Проект планируют реализовать за 181 день и в начале октября возобновить движение транспорта. Обо всем подробнее Юлия Полева. Ориентировочно мы уже начнем работать в 4 часа ночи. Где-то с рассветом. Для того, чтобы к моменту движения уже было открыто. Трамвайную сеть отключат от питания также сегодня ночью. Демонтаж путей начнут с завтрашнего дня. Техника и рабочие готовы приступить к реконструкции, сообщил подрядчик. Два экскаватора будут работать на самом путепроводе, на подпорной стенке. Один экскаватор будет работать чуть ниже на очистных сооружениях. То есть порядка 20 самосвалов запланировано на вывоз грунта. Самым острым остается вопрос движения общественного транспорта на «Тагилстрой». Все шесть пассажирских маршрутов этого направления пустят в объезд через улицы Кулибина, фестивальную и индустриальную. Мы также еще планируем неделю помониторить состояние. И если возникнет необходимость, либо добавить рейсы, либо сделать небольшое движение через рудник. При затруднении движения, уточнил Егор Копысов, запланированы сокращенные пассажирские маршруты от улицы Индустриальной в районе пешеходных мостов возле ЦУМа и железнодорожного вокзала. 17 апреля РЖД ввела так называемые дополнительные летние электрички в направлении станции Смычка. Их количество могут увеличить при необходимости. Для автомобилистов также предусмотрели альтернативные пути. По Северному шоссе через шлакоотвалы, там дорогу отремонтировали, заасфортировали дорогу по улице Шевченко. Там сейчас тоже нормальный проезд. Автовладельцам необходимо обратить внимание. Движение в районе путепровода будет закрыто. Разрешен только поворот с улицы Октябрьской революции на Циолковского в сторону проспекта Мира и в обратном направлении. У нас еще планируется изменение схемы движения по улицам в железнодорожном районе. Улица Кушвинская и Бондина переходят на одностороннее движение. Улица Кушвинская со стороны Дзержинского района в город. Улица Бондина со стороны центра в сторону Кулинина. Соответствующие знаки будут установлены завтра утром. Для пешеходов на улице Бондина оборудуют тротуары. Ремонт улицы Индустриальной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет и дальше вестись в ночное время, чтобы минимизировать нагрузку на основной объезд вокруг путепровода. Вернемся к длинной неделе майских выходных. Они были насыщенными мероприятиями, свидетелями которых оказались наши корреспонденты. Глава Нижнего Тагила принял участие в городском торжественном мероприятии, организованном Координационным советом профсоюзных организаций. На собрании, приуроченном к празднику весны и труда, Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе и рассказал о перспективных планах. Донести до людей ту работу, которую мы делаем, делаем благодаря поддержке федеральных властей, благодаря поддержке правительства губернатора Свердловской области, благодаря взаимодействию с депутатами разных уровней власти. Поэтому работу мы продолжаем, мы не ждем окончания праздников. В празднике у нас все подрядчики работают. Пользуясь хорошими днями, мы не останавливаем наши рабочие процессы и продолжаем двигаться дальше. Наш город успешно участвует в реализации национальных проектов, в частности, безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, демография. Среди других крупных проектов выделены строительство моста через Тагильский пруд, комплексное благоустройство второй очереди набережной за городским дворцом детского и юношеского творчества, предстоящая реконструкция путепровода на улице Циолковского. В ходе мероприятия около 400 представителей предприятий и организаций Нижнего Тагила получили поздравления с праздником и наилучшие пожелания. Основные события прошедших дней, безусловно, связаны с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В Нижнем Тагиле прошли десятки акций, приуроченных ко Дню Победы. Юно-армейцы заступили на пост номер один у нескольких мемориалов. К примеру, у Вечного огня, площади Славы, у памятников Металлургам и Горнякам. Делегации возлагали цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. А 9 мая на Театральной площади состоялся парад. Подробности у наших корреспондентов. Красные гвоздики и венки. В память о героях-тружениках Уралхимпласта. В годы Великой Отечественной войны он был заводом номер 767, единственным в стране предприятием, выпускавшим фенол. А еще на нем для фронта производили корпуса полевых телефонов, минных взрывателей, колпачков для снарядов. Сегодня на учете Совета ветеранов предприятия три участника Великой Отечественной войны. Один узник фашистских концлагерей, один блокадник и 50 тружеников тыла. Почтить память ушедших героев накануне 9 мая к памятнику химикам, павшим в боях за родину, с цветами пришли первые лица города, руководители, работники предприятий, ветераны и труженики тыла. На химзаводе Планта также заботятся о героях прошлого. В живых остались только 27 тружеников тыла разных возрастов. Это те люди, которые трудились на легендарном 56-м заводе, выпуская боеприпасы. Всем хорошо известно, что каждый десятый снаряд, который был произведен в годы войны, произведен на 56-м заводе. На митингу мемориала металлургам, павшим в боях за родину, собрались работники ветераны ЕвросНТМК. 7 тысяч металлургов Новотагильского металлургического завода и завода имени Куйбышева ушли на войну. Сто из них дошли до Берлина. Память героев почтили минутой молчания. Это наш долг, именно увековечивая память, возлагая цветы, вспоминать тех, кто действительно отдал жизнь за Великую Победу. Традиции продолжаются. Всех ветеранов и всех тагильчан с праздником Великой Победы. Никто не забыт, ничего не забыто. Мероприятие, приуроченное к 76-й годовщине Великой Победы, состоялось также в поселке Старатель у монумента сотрудникам Нижне-Тагильского института испытаний металлов, погибшим в годы войны. Со слезами на глазах, с улыбками и цветами словно в 45-м на Тагильском вокзале встречали поезд Победы. Это уникальный исторический эшелон, который сформировала Свердловская железная дорога в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У нас в городе он сделал остановку 5 мая. Еще до прибытия поезда площадка перед вокзалом заполнилась сотнями тагильчан. Их ждала историческая реконструкция, которая позволила воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах встречали поезда, возвращающиеся с фронта. После сопровождения оркестра на первом пути появился ретро-поезд во главе с раритетным паровозом военной серии «Е» на собственном ходу. На реконструкции мы попытались передать атмосферу войны, передать атмосферу, когда людей встречались с войной, с победой. И это очень важно для нового поколения, чтобы показать им, как это все происходило в те времена. Эмоции зашкаливают, потому что понимаешь о том, что вот на таких поездах ездили наши дедушки, ее прадеды, бабушки. Поэтому эмоции замечательные. И всех с прекрасным праздником, самым главным, великим праздником – Днем Победы. Ура! В составе прибывшего ретро-поезда вагон «Аптека операционная», солдатский вагон «Теплушка», офицерский вагон, платформы с военной техникой, а также платформа «Сцена». Встречающих пригласили зайти внутрь вагонов и осмотреть экспозицию. Но за два часа стоянки поезда в Тагиле сделать это смогли не все желающие. Далее поезд Победы отправился в Екатеринбург, а позже в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Участников Великой Отечественной войны Василия Трофеевича Михайлова и Александра Васильевича Федина, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский поздравили еще до начала мероприятий к 9 мая. Пожелание ветеранам по-прежнему оставаться в строю. Здоровье, только здоровье. Все остальное, чем сможем, будем помогать. Поэтому живите дольше, радуйте. По традиции состоялось возложение цветов к памятному знаку жертвам авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года. Здесь увековечены имена 19 погибших 28 лет назад тагильчан. Основные торжества, приуроченные ко Дню Победы, состоялись на проспекте Ленина. Мимо главной трибуны прошли 13 парадных расчетов и военная техника. Свою мощь продемонстрировала колонна во главе с легендарным танком Т-34-85. Далее проследовали современные образцы вооружений, среди которых боевая машина сопровождения передвижных ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс». Здорово, что у нас появилась возможность, и отчасти те ограничения, которые ранее были введены, они отменились. Поэтому была возможность провести сегодня парад, пусть в том составе, в котором он прошел. Действительно, очень жаль, что не пошел бессмертный полк, но на сегодня здоровье, в первую очередь, тагильчан, конечно, важнее всего. Тем не менее, мы показали то, что хотели показать. Также в связи с эпидемиологической обстановкой отменили шествие колонн предприятий города и легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Тагильский рабочий». Традиционная полевая кухня отсутствовала на мероприятии у памятника погибшему в локальных войнах планеты, который капитально отремонтирован в конце минувшего года. Состоялось лишь возложение венков и цветов. Традиция эта у нас очень давно заложилась. Всегда мы здесь возлагали венок от главы города, от администрации, то есть к нашему поколению, тех, которые, будем так говорить, уже поколение, молодое поколение, которое училось, наверное, на дедовских, на наших, то есть как бы традициях воспитывалось, прошли Афганистан, прошли Чечню. То есть все поколения были здесь у нас у памятника. Траурный митинг организовали на мемориале центрального кладбища. Здесь находится братская могила умерших от ран в тагильских госпиталях. В ней 224 человека. Выступавшие вспомнили о более чем 25 тысячах жителей нашего города, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной. И люди, кто похоронен здесь, кто похоронен на мемориалах Великой Отечественной войны, будут жить вечно. Они будут жить ровно столько, сколько мы о них будем помнить. Дорогие тагильчане, с праздником победы, с праздником со слезами на глазах. Память павших в боях 1941-1945 годов почтили у памятника работникам Высокогорского механического завода у Вечного огня мемориального комплекса Площадь Славы в Дзержинском районе. И вновь к событиям дня. Сегодня Радоница день поминовения усопших или, проще говоря, родительский день. Священнослужители призывают начать его в храме, где служат панихиды в память об усопших. И после этого посетить кладбище. Сегодня на центральном кладбище оживлённо сотни тагильчан пришли в Радоницу навестить могилы своих родных и близких. Ходим, поминаем. Но если не успели до этого прибраться, прибираем. Поминаем нашего дедушку, нашего бабушку. Вот это родственников. Тут тоже наши башкировые родственники. У нас очень знаменитый дедушка. Да, очень много у нас. Могил 20, наверное, на Рогожино. Также на голый камень ходили. К мужу приходила. Ему сегодня два месяца будет, как умер. Вот пришла на Радоницу первый раз. К деду, с бабушкой, тётке своей. Вот и хожу. И что, соседку ищу, не могу найти. Вот. Здесь у меня бабушка, дедушка и папа. Втроём. Приходите, что делаете? Там убираетесь? Конечно, я тут прибрал, что он всё, посмотрите. Вымыл памятник, всё. Скорбный день. Вспоминаем. Светлая память, говорим. Те, кто ушёл, те, кто не с нами. Но в душе они всегда с нами живут. В Радоницу верующие обычно прибирают могилы, молятся за усопших, а также несут на кладбище цветы и свечи, а из еды куличи и крашеные яйца. Радоницу лучше всего начать в храме, говорят священники. Помолиться за умерших, родных и близких людей, а также поставить за них свечки. Необходимо сегодня вспомнить всех наших усопших от века, потому что у Бога нет мёртвых, все живы. Поэтому быть в храме, подать записочки, чтобы эти записочки помянулись на литургии, омылись кровью Христовой. А потом, если есть свободное время, посетить могилу, то священное место, окропить святой водой, если нет возможности священнику там побывать, и на трапезе, не на кладбище, помянуть и радоваться пасхально вместе с нашими усопшими. Традиционно у центральных ворот шла торговля искусственными цветами. Раскладывать свой товар предприниматели начали под утро. Цены на продукцию не кусаются, говорят продавцы. Первые покупатели появились часов в шесть. Одиночные цветы от 5 рублей и выше до 100 рублей. Одиночные цветы в букетике от 50 рублей до 600 рублей. То есть разное. Корзиночки, самые маленькие корзиночки 150 рублей стоят. И выше до 1200. Вот пока здесь на Рогужино. Покупают корзиночки все. По разной цене в зависимости от кошелька. Перед Великим православным праздником на территории проведена противоклещевая корицидная обработка. Единственный минус, который, говорят тагильчане, омрачил праздник Радоницы – это множество свалок вдоль дорожек. Обычно мусорка, есть мусорка. А здесь прямо на мою эту все высыпали. Я пришел сегодня, оттуда мусор сюда выкинул обратно. Все сыпется и сыпется. Как такое можно сюда поставить? Родительский день. Такой день, что, сука, народу безобразие. Нигде не пройти. Одни кучи мусора. Грязь везде. Ну сколько можно так? Вон там у нас тоже забор упал. Не могут убрать этот забор. Там камни валяются. Не пройти, не проехать. Вон там вот пообходим даже. Так что очень плохо работают. На всех кладбищах Нижнего Тагила, Центральном, Весимском, Пихтовые горы, Северном, начиная с 8 часов утра, дежурили порядка сотни полицейских. Безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники госавтоинспекции. На этом все. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Оставайтесь на Тагил ТВ. Продолжение следует.